Итак, что такое PIRANA? Это многофункциональный поисковый прибор. Ключевое слово многофункциональный. В конце 90-х годов появился прибор ST-031. Мы назвали его PIRANA. Из самого названия, многофункциональный, следует, что прибор выполняет несколько операций. То есть используем тогда, когда у нас мало времени и надо сделать все быстро, оперативно. И когда в поисковой бригаде не так много людей. Из самого названия, многофункциональный, следует, что прибор выполняет несколько операций. Многофункциональные поисковые приборы имеют как положительное качество, так и отрицательное. Поэтому пользователь должен понимать, в каком случае ему надо брать узкопрофилированный прибор. Достоинство многофункциональных приборов является их небольшие габариты и то, что называется все в одном. Но к недостаткам можно отнести, что если прибор ломается, то ломается сразу несколько приборов. Производители специализированных приборов говорят, что технические характеристики специализированных приборов всегда выше, чем многофункциональные. Но тут можно возразить. Вы все знаете мультиинструменты. Понятно, что специальные отвертки всегда лучше, чем те отвертки, которые здесь есть. Мы знаем, что специализированных приборов лучше, чем обычные. Специальные пассатижи всегда лучше, чем те, которые здесь. Но у всех есть этот плюр, потому что он удобен и в определенных условиях позволяет решить свое задание. Так и с многофункциональным прибором. Так и с многофункциональным прибором. В определенных случаях он позволяет выполнить задачи поиска. А все это я говорю для того, чтобы вы поняли место многофункционального прибора в поисковом комплекте. Все это я говорю для того, чтобы вам показать место устройства в поисковом комплекте. Прибор имеет три канала. Девайс имеет три канала. Первый канал это высокочастотный селективный детектор. Он предназначен для обнаружения каналов передачи радиопередающих устройств. Когда мы вчера говорили о каналах передачи, мы говорили, что один из каналов наиболее вероятно это как раз радиоканал. Второй канал это проводной сканирующий приемник. Второй канал очень похож на тот приемник, который мы рассматривали вчера в ST300. И третий канал это усилитель низкой частоты. А вот усилитель низкой частоты сильно отличается от того, который мы рассматривали вчера в ST300. И low frequency amplifier is not so common as the low frequency amplifier that we reviewed yesterday in ST300. По конструкции прибор собран в едином корпусе. Для индикации используется жидкокристаллический цветной монитор. А для управления устройства для управления. По каналу мы используем слой план для управления устройств. Первый канал – это радио, второй – проводные линии в высокочастотном диапазоне, второй – проводные линии в высокочастотном диапазоне, и третий канал – это поселитель. На прокоположной панели – гнездо для подключения наушников, звук подключения наушников, headphone jack, USB подключение, разъем для подсоединения зарядного устройства power supply connection и технологический разъем для настройки приборов, которые используются только на производстве прибор питается отстроенного аккумулятора power supply of the device is from the built-in accumulator может работать как автономно, так и через адаптер от электросеки can work autonomously, as well as from the mains of 220 volts в комплекте прибора имеется практически все необходимое для того, чтобы подключить его к линиям the set consists of all the necessary connectors to connect it to the line источник контрольного звука the audio control sound emitter ну и также различные вспомогательные устройства and different support devices для приема сигналов в радиодиапазоне используется телескопическая антенна для приема сигналов в проводном приемнике используется адаптер и этот же адаптер используется для подключения к линиям низкочастотного усилия so the same adapter is for connecting to low-frequency yeah прибор оборудован встроенным динамиком но мы рекомендуем прослушивать все-таки на научно the device has built-in speaker but we recommend to use the headphones проверка многопроводного кабеля производится при помощи вот такого нехитрого устройства to check the multi-core lines we use this special connector where we can connect to any pair that interests us so in conditions where we have lots of noise and lots of incoming frequencies we have an attenuator which is connected to the first connector under the antenna также в комплекте имеется специальное приспособление для подачи времени напряжения и смещения also we have a special connector to supply voltage into the line the system yesterday we reviewed the situations where we needed to use it for activation of electric microphones в комплекте имеется кабель для подключения компьютера the set has also cable to connect to the PC и флеш-карта с документацией и программным обеспечением для приема сигналов в сверхлыско-частотном диапазоне от 3 ГГц до 12 ГГц используется вот такой детектор оборудован оборудован встроенной направленной антенной и который может определить точное направление на источник систему которая может определить точное направление на источник систему также в комплекте имеется магнитная несчатотная антенна Также у нас есть высокая магнитная антенна, с помощью которой возможно обнаружить, в принципе любые, в том числе экранированные электронные устройства на хозяйственной рабочей системе. В этом диапазоне, экранирование не играет никакой. Но в этом диапазоне, экрана не важна. И мы покажем, в том числе сегодня, как можно обнаружить работающий диктофон который полностью в металлическом корпусе. И мы покажем, как можно detectать микрофон, which is covered in a metal case. The distance is not far, but it's a detection device. Also, we have a search sound emitter, with which you got acquainted yesterday. So, everything is supplied in a heatproof case. Three elements of... The device in a case can withstand long journeys. So, as you noticed, all our devices are in heatproof cases. Because according to our statistics, most of the malfunctions of devices are going out of mechanical damage to the device. In this case, you won't get mechanical damage at all. Now, about the main options of work of the device. We will start with a selective high frequency detector. We will start with a selective high frequency detector. We will start with a selective high frequency detector. They often ask the question why is it selective. And how is it different from an ordinary detector? There are selective and wide range detectors. So, for the search of microphones, we used wide range. But, in conditions of high noise, high technogenic situations. In the ether, you have very powerful signals. And wide range detector simply cannot work at all. Or the detection range goes very very low and unsatisfactory. If we come near the microphone, the signal of that microphone will become so powerful, it goes beyond. But, you will indicate it only at the very short range. That's why we simply cannot detect it or the range will be very very small. How does the selective detector work? This is a diapason. This is a diapason. We look with a very narrow line, how this device does. This is a diapason. It does. And, in the case, we can go into a positive signal instead of going after the wrong signal. А вот эта узенькая горлышко постоянно сканирует по диапазону. Это уже ближе к приемнику, чем к детектору. Но в отличие от приемника мы не имеем возможности демодулировать сигнал. Но в отличие от приемника мы не можем демодулировать сигнал. Это основное отличие. Это основное отличие. Это основное отличие. Здесь нет демодулирования. Итак, какие плюсы селективного детектора? Первое. Возможность работы в условиях помеха. Второе. Это возможность настроиться на фиксированную частоту. Широкополосный детектор не позволяет настроиться на фиксированную частоту. Третье. Мы можем прослушать сигнал. сил aparatы паразитам. Третье. Мы можем прослушать сигнал. Все эти плюсы позволили использовать приборы действительно в очень тяжелых условиях. Теперь посмотрим интерфейс. Интерфейс селективного приемника. Теперь посмотрим интерфейс селективного приемника. Селективный приемник работает в двух режимах. Селективный приемник работает в двух режимах. На данном рисунке представлено меню ручного режима. На данном рисунке вы можете видеть меню ручного режима. Зеленым цветом в панораме обозначен текущий сектор. Зеленым светом в панораме обозначен текущий сектор. Красным обозначены импульсные сигналы. А бордовым цветом обозначены так называемый спектр, накопленный спектр. Это максимальное значение, зафиксированное на данной частоте. То есть это те сигналы, которые были обнаружены на этой частоте за все время наблюдения. Пользователь имеет возможность масштабировать экран. То есть увеличивать и уменьшать полосу просмотра. Установленные границы полосы просмотра отображаются в верхней части меню. В зависимости от установленной полосы прибор будет менять шаг. Значение шага указывается вот в верхней части. Пользователь имеет возможность настроиться на конкретную частоту с помощью маркера. В верхней части меню указан режим, который устанавливается на приборе. В верхней части меню указан режим, уровень заряда аккумулятора, уровень заряда аккумулятора, уровень заряда аккумулятора и системное установленное движение. И время. Какие дополнительные функции предусмотрены в режиме селективного детектора? Дифференциальный режим, мы вчера уже рассматривали его, когда говорили об СТ-300. Данный режим позволяет обнаружить вновь появившиеся сигналы. Вторая опция — это автоматизированный режим. Вторая опция — это автоматизированный режим. И есть возможность просмотреть и проанализировать сигнал на фиксированные часы. Что предусматривает ручной поиск? Как это делается? Не заходя в помещение, то, которое подлежит проверке. Устанавливают дифференциальный режим. Заходят в помещение. И смотрят, что изменилось. Что может измениться? Может измениться сигналы станут мощнее те, которые принимаются извне. Вероятнее всего это будет где-то возле окна. Поскольку окно экранирует хуже, чем ограждающая корпуса. Но изменение внешних сигналов будет незначительным. Но изменение внешних сигналов будет значительным. Потому что я сказал, что сигнал возрастает в кубической зависимости при приближении. Потому что сигнал возрастает по кубическому закону. И если мы приняли сигнал от телевизионной станции в коридоре. Это не значит, что в помещении он увеличится в 10 раз. А вот сигнал от микрофона, установленного в помещении, возрастет в 10, 20, а может быть и в больше раз. Но сигнал от микрофона будет увеличится 10 или 20 раз. На этом и основана методика поиска в этом режиме. Дальше мы настраиваемся в помощи маркера на частоту, которая резко возросла при входе в помещение. И пытаемся проанализировать на фиксированной частоте. И пытаемся обслуживать на частоту и обслуживать на частоту. Значит, меню контроля сигнала на частоте представлено на сцене. Меню контроля сигнала на частоте представлено на рассаде. Вертикальный индикатор уровня, где цветами повторяются цвета панорама, которая делает. Зеленые – это постоянные сигналы, красные – импульсные составляющие сигналы, и бордовая – это накопленные максимумы. Имеется возможность подстроить по частоте более точно, контролируя сигнал на наушке. Если микрофон аналоговый и не кодированный, то мы можем услышать свой голос или контроль звук. Если же сигнал не возможно демодулировать, мы можем посмотреть его на осциллографе. Встроенный осциллограф активируется с помощью осциллографа. Что мы можем увидеть в осциллографе, если это цифровой сигнал? Мы видим последовательность импульса. А дальше наши действия должны быть вот какие. Если мы увидели, что сигнал возрос при входе в помещение, с большой вероятностью можно сказать, что источник сигнала находится непосредственно в помещении. Поэтому при помощи индикатора уровня мы попытаемся найти его место установки. Для этого мы выходим на центр помещения. Нажимаем установку нуля. Это как бы еще один маленький дифференциальный режим встроенный. Обнуляем тем самым уровень. А дальше идем в различные направления. Смотрим на индикатор. Если мы видим, что в этом направлении уровень повышается. Значит мы идем в правильный уровень. Мы можем еще раз обнулиться. И таким образом мы найдем некую область пространства, где вероятнее установлен микрофон. И в этом случае мы можем detectать позицию, где микрофон установлен микрофон. Для более точной локализации. Для более корректной локализации. Для более корректной локализации. Для мощных источников. Для очень мощных источников. Можно антенну снять вообще. Можно антенну снять вообще. И тем самым можно достаточно точно установить место. Особенно полезна вот эта вот работа без антенны. Когда мы ищем GSM микрофон. Дело все в том, что GSM канал это широкополосный и импульсный сигнал. Такие сигналы очень сложно локализовать по месту. Иногда кажется, что он существует везде. Иногда кажется, что он существует везде. Иногда кажется, что он существует везде. И обнуление мало что дает. И Z2.0 doesn't give you advantage. Вот с помощью подключения антенны. Можно локализовать достаточно точно GSM. Это то, что касается поиска в ручном режиме. То есть, как я сказал, существует еще и автоматический режим. В чем заключается отличие? В чем заключается отличие? Становимся на середину помещения. Go to the center of the room. Включаем прибор. Turn on the device. Входим в режим селективного детектора. We go into selective detector mode. И включаем автоматизированный режим. And go into the automatic mode. В результате на экране мы получаем вот такую кабличку. In the result, we see the table. Где указывает номер. Порядковый номер обнаруженного сигнала. The number of the signal. Центральная частота принятого сигнала. Central frequency of the received signal. Уровень принятого сигнала. Level of the received signal. И третья графа – это комментарии. And the third graph is comments. Что указывается в комментарии? What is shown in the comments? Если сигнал известен нам. If the signal is known to us. Он помечается зеленым цветом. It is marked as green. И это означает, что сигнал дружественный. It means that this signal is friendly. And it is not an alarm. В графе комментарии пишется, что это такое с точки зрения прибора. So, in the graph of the comments, it depicts the name, according to which the device thinks it is. Если обнаружен сигнал, которого нет в базе самого прибора. If the detected signal is not in the base of the device. В графе комментарии он пишет неизвестно. In the graph of comments, it depicts as unknown. И помечается белым цветом. And marked as the white color. Но если обнаруживается сигнал, который опасен с точки зрения прибора. But if the signal is shown. And the device thinks it's alarming. Он помечается в красном цвете. It's marked as red. И тем самым напоминает оператору, что обрати особое внимание вот на этот обнаружен сигнал. And so that it shows the operator that this must be checked. В данном случае показано, что обнаружен сигнал на частоте сотового телефона. In here we can see that the signal is detected at the frequency of a cell phone. Возможно, это действительно мобильный телефон. Maybe perhaps it's a cell phone. А возможно, это радиомикрофон. Maybe it's a microphone with a GSM chip. Поэтому оператору, в первую очередь, надо обращать внимание на сигналы помеченной краски. So firstly, the operator must look at the redly marked signals. Оператор имеет возможность либо убрать сигнал. The operator has an opportunity to skip the signal. If it's unnecessary for him. Поменять комментарий, то есть отнести его в дружественном или наоборот в опасность. To change the comment or status. И провести анализ сигнала на фиксированной частоте. And to analyze the signal frequency at the fixated frequency mode. In this case, by pushing analysis, we get the same mode as fixed frequency mode in first channel. The difference is that we can change the frequency to level up the signal which we need. And to save the change in the table. Таблицу мы можем сбросить на компьютер и распечатать для учеб. The cable, I mean, the cable can be saved to a PC and then printed for report. The oscilloscope is absolutely similar to the same oscilloscope we already reviewed. So that's what I wanted to tell you about the detector, about its pluses and minuses. Как я сказал, в режиме селективного детектора предусмотрен отдельный режим для контроля цифровых стандартных сигналов. В данном случае представлено меню как раз этого режима. In this case, we have the menu described on the picture of this mode. Прибор позволяет сделать очень важную вещь. The device enables us to make a very important thing. Отличить сигналы базовых станций. To depict the base signals. От сигналы мобильных устройств. From the signals of mobile devices. Многие детекторы GSM Many detectors GSM Не различают базовых от мобильных устройств. Показывают просто наличие GSM сигнал. They show the appearance of the GSM signal. Это ничего не дает, на самом деле. Важно увидеть работающее мобильное устройство. It's important to see the working mobile device. Потому что GSM микрофон работает на частоте мобильного устройства. На частоте телефонного аппарата. Works at the frequency of a mobile device. Поэтому в Piranha реализован раздельный режим контроллера. На этом экране указана таблица контроля мобильных устройств. Видны системы и видны уровни. На этом экране мы можем видеть мобильные устройства. Это показывает все сигналы. В данном случае что можно сказать? Можно сказать, что вблизи от прибора работает мобильный телефон или радиомикрофон на частоте GSM 900. И наша задача будет его локализовать, как я говорил, в безотеме. На данном рисунке показан режим контроля базовых станций. На рисунке видно, что вне-то рядом расположена база ДЕКТовской системы. На данном рисунке вы видите, что где-то рядом ДЕКТовская система. На данном рисунке вы видите, что на данном рисунке вы видите. Кроме того, в приборе реализован очень интересный режим, называемый режим пользовательских списков. Что предусматривается? Что предусматривается? Что предусматривается? Что предусматривается? Пользователь может самостоятельно создать для себя свой список опасных сигналов. То есть он может задать частотный диапазон. И запомнить этот диапазон в памяти приборе. И запомнить этот диапазон в памяти приборе. Если какой-либо сигнал будет принят в этом диапазоне. Если какой-либо сигнал будет принят в этом диапазоне. Прибор автоматически отнесет его к классу опасных. Зачем это делается? Почему это делается? Микрофоны, как правило, работают на традиционных частотах. По крайней мере, очень вероятно, что это будет в этом диапазоне. Таких диапазонов есть. И эти диапазоны можно нарезать, запомнить приборе. Не обязательно обнаруженный сигнал будет сигнал на микрофоне. Но оператор обратит на это внимание, потому что он попадет в красный список. А кроме того, в пользовательском списке можно учесть идентификаторы, так называемые шаблоны GSM, DECTA, Wi-Fi. А кроме того, в пользовательском списке можно указать имя и frequенции, которые вы уже знаете. И которые будут использованы DECTA, GSM. Если сигнал попадет в этот диапазон, он попадет в список. Если сигнал попадет в этот диапазон, он тоже будет выдавлен. А если я поставлю идентификатор GSM, он будет попадать в список только если шаблон обнаруженного сигнала будет совпадать с шаблоном GSM. Чем полезен этот режим? Как это необходимо? Приезжая в другую страну, мы видим, что GSM работает несколько на других частях. И тогда я могу изменить все наши шаблоны с помощью этого режима. Я просто поставлю то значение диапазона и тот идентификатор, который нужно, и он будет работать для меня так, как тот. Я буду пресет диапазон, как я хочу, и он будет пресет, как я уже пресет и хочу. Это очень полезно. Мы с этим собрались в Латинской Америке. Мы пришли в Латинской Америке. Мы рассмотрели первый канал. Мы рассмотрели первый канал. Проводной сканирующий приемник. Он незначительно отличается от того приемника, о котором мы говорили вчера. Он не значительно отличается от того приемника, о котором мы говорили вчера. Отличается он прежде всего диапазоном. Это отличается от того диапазона. Если в СТ-300 мы сказали диапазон. Если в СТ-300 мы сказали диапазон. Это диапазон СТ-300. Это диапазон СТ-300. НоGSие скорее все. Как мы видим не значительно отличается. В остальном все очень похожее. То есть два режима работы – fertilized и автоматизирован. Малу и автоматизированная. Интерфейс, как мы будем смотреть тоже очень похожий. Интерфейс очень похожее. Интерфейс тоже очень похожее. Два слова о назначении. Два слова о назначении. Позволи себе напомнить. Этот канал предназначен для обнаружения высокочастотных проводных передач. Как мы сказали, наиболее вероятно такие передатчики на сети питания, на сети 220. Для подключения к электросети используется впирание вот так вот. Если мы подключаемся к розеткам, мы используем кабель с вилкой. Если мы подключаемся на распределительном щите, мы используем другой провод. Используем зажимы гипотокадин. И используем зажимы гипотокадин. Подсоединение к прибору. Красный к красному. То есть провод помеченной красной маркировкой. Подключается к гнезду также помеченной красной маркировкой. Что мы видим, когда включаем этот режим? Что мы видим, когда включаем этот режим? Прежде всего мы видим меню, которое предлагает нам выбрать полосу просмотра. Чем меньше полоса, тем быстрее будет сканироваться. Как мы вчера сказали, наиболее вероятно, работа шпионских передатчиков именно в первом диапазоне. В остальных диапазонах вероятнее всего обнаружение ПИСИ модемов. В другом диапазоне, detections of PMC модems is possible. Поэтому, как правило, мы используем первый диапазон. Как правило, мы используем первый диапазон. После того, как мы выбрали диапазон и включили... После того, как мы выбрали диапазон и включили... Мы получаем вот такую вот картинку на экране. Как вы видите, картинка очень напоминает ту, которую мы рассматривали в первом канале. В верхней части меню указывается установленный режим, то есть канала. В верхней части меню указывается установленный режим, то есть канала. И частота установки маркера. Также зеленым цветом отображается постоянная составляющая обнаруженного сигнала. Красная импульсная составляющая. И также баржовым режимом накопленных масс. Возможное использование дифференциального режима. Мы это вчера подробно видели. Возможное запуска режима автоматического поиска. Аттенюатор. На 20 дБ. Причем, если мы работаем на электросети, то использование аттенюатора очень нам поможет. Мы рекомендуем всегда включать его при проверке силовых режимов. Мы рекомендуем всегда включать его при проверке силовых режимов. Ну и возможность контроля сигнала на фиксированной частоте. То есть после того, как мы маркер настроили на интересующий нас сигнал. Мы можем просмотреть его уже более детально на фиксированной частоте. Мы можем просмотреть его уже более детально на фиксированной частоте. Если мы активируем дифференциальный режим. Мы получаем вот такую уже известную нам картинку. То есть это картинка разностного спектра. Это картинка разностного спектра. Где постоянные составляющие обозначены в среднем сигнале. Где продолжительные сигналы не могут. Тут на перерыве мне задавали вопрос. Может ли прибор обнаруживать импульсные сигналы радиовыстрелы? Вот как раз желтым цветом будут видны импульсные сигналы. То есть, в зелуе льда, импульсные сигналы будут видны импульсные сигналы. На данном рисунке представлен режим контроля сигнала на фиксированной частоте. Вы видите, что он мало чем отличается от того же режима в первом канале. Единственное его отличие в том, что здесь мы можем поменять вид модуляции. В приборе предусмотрено два демодулятора, амплитудный и частотный. Также этот сигнал мы можем просмотреть в режиме осциллографа. Как мы сказали, в режиме осциллографа хорошо различимы именно цифровые сигналы. То есть, если мы не можем сигнал демодулировать с использованием амплитудного частотного демодулятора... Мы можем просмотреть в осциллографе, если сигнал цифровой, мы увидим последовательность. Вот, собственно говоря, все пророчное режим поиска. Это все, что мы хотели рассказать о manual mode. С точки зрения методической, можно использовать ту же самую методику, что мы обсуждали вчера. То есть, мы отключаем всех пользователей. Это значит, мы отключаем все пользователи. Отключаем сеть на атаку. Turn off socket on automatic. Затем снимаем спектр обесточенной линии. Then we review the spectrum of turn off socket. Включаем дифференциальный режим. Turn on the differential mode. Включаем питание в линии. Put in power. Изучаем обнаруженные сигналы на линии без потребителей. Review the detected signals on the line. А затем, если там ничего интересного нет, обнуляем этот спектр. And if we don't see anything interesting, we set to zero. And then one by one connect the users. Что касается автоматизированного режима? Что касается автоматизированного режима. Если мы нажимаем кнопку Find. Если мы нажимаем кнопку Find. Мы получаем на экране меню, которое говорит о том, что идет процесс поиска. Это длится несколько секунд. Прибор собирает информацию обо всех обнаруженных сигналах. И выдает на экран таблицу. И gives out the table on the screen. Таблица очень напоминает ту, которую мы рассматривали в первом канале. Таблица очень напоминает ту, которую мы рассматривали в первом канале. Указывается количество обнаруженных сигналов. Указывается номер сигнала. Частота, на которой был обнаружен сигнал. Уровень, с которым был обнаружен сигнал. И в отличии от первого канала, где в третьей графе указан комментарий, здесь указана полоса обнаруженного сигнала. Итак, на другой стороне, от первого канала, где мы видели комментарии, что мы читали в первом партии, в этой партии, в этой партии, мы видим ли, где сигнал был обнаружен сигнал. Если говорить о стандартных сигналах микрофонов, то это будет где-то, они лежат все в диапазоне от 10 кГц и максимальные где-то 200 кГц. Если обнаружен сигнал от PLC модем, то таблица будет иметь максимальное количество обнаруженных сигналов. Тогда таблица будет показывать около 300 сигналов. Но это все будет один сигнал. Просто он настолько широкополосный, что забьют все таблица. Но таблица будет видеть все сигналы. И таблица будет довольно большой. Как работать с этим? Мы вчера, когда обсуждали, мы говорили, что при проверке можно использовать одновременно и ручной режим, и автоматический режим. Они дополняют друг друга. Они дополняют друг друга. Они компенсируют друг друга. Так, допустим, если мы говорим про проверку электросети. По той методике, которую мы только что озвучили. То вот после того, как мы снимаем разностный спектр. Есть смысл включать автоматический режим. И исследовать эти сигналы по таблице. Так удобнее и нагляднее. Чем настраивать маркер на каждый тип спектра. Так же мы можем исключать сигналы из списка через кнопку skip. Также мы можем исключать сигналы из списка через кнопку skip. Менять статус. И менять демодулятор. Из таблицы можно выйти в контроль сигнала на фиксированной частоте. И он абсолютно одинаковый с тем, который мы рассматривали в ручном режиме. Так же сигналы можно посмотреть из таблицы в режиме осилоскоп. Также мы можем рассматривать сигналы в осилоскоп-мод. На рисунке здесь как раз представлено то, что я показывал. С адаптером. Единственное, о чем я не сказал, когда показывал адаптер. Это диодный индикатор. Если мы подключаем сеть 220 Вольт. Если мы подключаем сеть 220 Вольт. Мы видим, что загорается оба циферброда. Мы видим, что оба ленту светятся. И это говорит о том, что на прибор подается сигнал. И это говорит, что сигнал идет в устройство. Если мы работаем по линиям, где присутствует постоянное напряжение. Если мы работаем с линейами с постоянным напряжением. Таким, как слаботочные. Таким, как линейами. То, возможно, будет гореть только один. Только один линей. Вот все, что я хотел сказать про проводной приемник. Дальше мы все это будем смотреть на демонстрациях, как он работает. А в последующем вы сможете сами сесть и поработать с пиранией. Как это было вчера. Мы хотели рассказать вам про проводную приемник. И в следующей демонстрации у вас будет возможность тестировать себя. В следующий канал это усилитель низкой частоты. Усилитель низкой частоты во многом опять таки напоминает тот, который мы рассматривали вчера. Говоря о ST300. The low frequency amplifier is very common to the low frequency amplifier we reviewed yesterday while reviewing ST300. Форма представления в режиме низкочастотного усилителя три. There are three forms of description in this channel. Первая это осциллограф. Первая это линейный спектр. Вторая это линейный спектр. И третья это октавный спектр. И третья это октавный спектр. В зависимости от того, что мы ищем, оптимально использовать тот или иной режим. Но мне больше всего нравится слога. Как-то привычнее работать с слогой. И в зависимости от того, как мы ищем, оптимально используем один, второй или третий мод. Но для числа, в том числе, лучше использовать более коммунный осциллоскоп. Имеется возможность изменять усиление. There is a possibility to change the power. Нет. Несколько градаций усиления. Двенадцать. Двенадцать. Двадцать четыре. Двенадцать. Двадцать четыре. Двадцать шесть. Тридцать шесть. И сорок восемь. И сорок восемь. И сорок восемь. Опять-таки в зависимости от того, на какой линии мы работаем и что ищем, мы устанавливаем интересующий нас коэффициент усиления. Таким образом, в зависимости от того, на какой линии мы работаем, мы устанавливаем различные амплификации. Для того, чтобы адаптировать прибор к подключаемой линии, существует линия или устройство, существует режим выбора теста. Таким образом, чтобы адаптировать прибор к определенной линии мы работаем, мы устанавливаем пробу. Нажав на эту кнопку, мы получаем вот такое видение. По умолчанию всегда подключается проводной аудио адаптер. Он собран в том же корпусе, что и адаптер подключения целого. Но провод для подключения используется другой. Но мы имеем другую связь. Если мы сказали, что здесь используется помеченная красная маркировка, то для подключения усилителя используется провод без маркировки. И гнездо для подключения используется черный. То есть черный провод, черный провод. Красный провод. Красный провод. Красный провод. Ред wire goes into red. Окей. Далее предлагается подключить акустический датчик. Вибра-акустический датчик. Могнитный датчик. Магнитный датчик. Сверхвысокост و problems датчик. Ультра-wide probe. ИLE оптический управлен н Андрей. Датчики, предказательный датчик. которые сейчас не идут в комплектацию. В этой ситуации, на фотографии, показано, что виброакустические и инфракрасные датчики уже вот как не комплектуются. За год или так, виброакустические датчики и инфра-редные датчики были отмечены. Я хочу показать основные функции пиранья в работе. Я хочу показать вам основные функции пиранья в работе. Начнем с радиоканала, с первого канала. Попробуем найти радиопередачи. Радиопередачи канала. Это аналоговый трансмиттер. То есть мы услышим еще и помимо того, что мы его обнаружим и найдем по месту. Присоединяем антенну. Присоединяем антенну. Выходим как бы из помещения. Включаем прибор. Теперь мы закрываем Now the microphone is turned on, we turn on the differential mode, and zero out all the signals. We go into the premise, and look what changes on the spectrum. We can see that the signals in the beginning of the diapason appeared. It's very far from the microphone. Now we go into automatic mode. It complies the information, and gives out the list to us. Now we tune up every signal, spreading the cursor throughout the table. And control the signal in our earphones. There is signal. I can hear my own voice. Now my task is to find where the transmitter is. I go into analysis mode. And zero out the level of the signal, like a second differential mode. The level dropped down. Now I will near it. I see that the level rises up. So the device is somewhere around here. So, there it is. This is all. There it is. This is all. You can do it in the search in manual mode. For that we go back to the panorama mode. And using the marker we go back to where we see the signal. That's all. That's all. The marker is set on the signal. We go into fixed frequency mode. Go into fixed frequency mode. And repeat the same operation. Do again the operation that we did before. It depends on the operator how he likes to do it. Some of you like to do manual mode, some of you like to do it in automatic mode. Но вы убедились, что в принципе все получается быстро и просто. После того, как я закончу все демонстрации, вы сможете сами взять прибор и попробовать все это делать самостоятельно. Теперь мы попробуем найти сетевой передатчик. Тот, который работает по электросети 220 вольт. Теперь мы попробуем найти трансмиттер, который использует 220 вольт. Для этого мы, поскольку режим стационарный, мы попробуем транслировать все на камеру. Потому что это стационарный, мы бы хотели показать его на экране. Дальше операция будет очень похожая на ту, которую мы делали вчера с СТ-300. Next the operation will be very similar to that operation that we did with ST-300. Мы отключаем сеть на автомате. We power down the network on the automat. Отключаем все наши потребители. Turn off all the consumptors. И подключаем прибор к линии. And connect the device to the line. Подключаем с помощью адаптера. Connect it with an adapter. Красный маркер к красному гнезду. Red marker goes into red socket. Подключаем прибор обесточенной линии. We connect the device to a power down line. Включаем прибор. We turn on the device. Подключаем канал номер 2. We connect channel number 2. Устанавливаем полосу просмотра 30 МГц. Select the diapason 13 МГц. Получаем спектр обесточенной линии. We receive the spectrum of the power down line. Как мы говорили, эти сигналы нас не сильно интересуют. Поэтому мы включим GIF-режим и обнулим. As we already said, these signals doesn't concern us. So we turn on differential mode and zero them out. Теперь подаем питание на линии. Now we connect power line and give power to the line. Увидели, что у нас изменился спектр. We see that the spectrum has changed. Включаем аттенюатор. Turn on the attenuator. И проверяем все эти сигналы в автоматическом режиме. Каждый из этих сигналов необходимо проверить в режиме анализа на фиксированной частоте. Прослушивая наушники. В данном случае микрофона нет. И мы считаем, что эти сигналы для нас не опасны. In this case, there is no microphone. Выходим в режим panorama. Okay. We go back to panorama mode. И включаем дифференциальный режим. And turn on differential mode. Срезаем. We cut it down. А теперь подключаем микрофон и смотрим, что у нас поменялось. Now we connect to the microphone and see what has changed. We see that in the spectrum new signals have appeared. We turn it into automatic mode. And we receive quite a lot of signals. Dело все в том, что в данном случае передатчик расположен очень близко от нас. In this case, the transmitter is very, very close to us. And we have very many harmonicas. Но для нас, как для поисковиков, важно не определить точную частоту. But for us, as the searchers, the task is not to determine the frequency. But to determine the fact of is dropping. Поэтому, если мы примем хотя бы на одну из гармоник, этого будет уже достаточно. So if we receive only on one harmonica, it would be enough for us. Теперь мы возьмем наушники. Now we'll take the earphones. Подключим их к примеру. Connect them to the device. И начнем. Записка. Поиски. Начнем речь. Мы можем поменять и модуляции. мы можем поменять модуляцию процесс достаточно долгий, но попытаемся найти Но мы попробуем найти сигнал. Нет, не он. Не он. Вот, получили завязанность. Мы получили акустический бинт. Это значит, что уже приняли какую-то гармонию. Это значит, что мы получили какую-то гармонию. Ну, в данном случае я уже слышу себя. Можно попытаться найти более качественный. В данном случае, да. Вот сейчас, когда вы будете сами проверять, вы увидите, что сигнал качественный. И мы приняли основную гармонию. И в данном случае мы получили акустическую завязку. В данном случае мы получили акустическую завязку. Микрофон найден. А локализовать его можно так, как мы показывали вчера, с помощью нелинейного локации. Или же с помощью источника контрольного звука. Это все мы проходили вчера. Можно настроиться на сигнал и в ручном режиме. Для этого нам нужно навести маркер. На какой-нибудь из появившихся сигналов. После этого включить контроль фиксированной частоты. После того, как мы идем в фиксированном режиме, можно подстроиться. Мы можем идти к левому или к левому, к левому, к левому. К левому, к левому, к левому. Да, а ручная. Для этого мы можем получить более качественный. Микрофон найден. Микрофон найден в ручном режиме. Процесс трудоемкий. Необходимо исследовать каждый из обнаруженных в таблице сигналов. Но гарантированно обнаружить. Вот то, что я хотел показать о работе с проводным приемомом. Дальше мы попробуем найти микрофоны, кабельные микрофоны, которые установлены в имитаторе. Для этого нам потребуется третий канал пираньи. Низкочастотный усилитель. Мы подключаем имитатор к переходной колодке. Мы подключаем его к проскиту. Да, мы сейчас вернемся к схеме нашего имитатора. Мы возвращаемся к схему имитатера. Искать мы будем электритный и динамический микрофон. Мы будем искать электритный и динамический микрофон. Мы вчера уже ответили, что динамический микрофон находится на шестом воскресенье. На шестом и восьмом проводе. И следующий микрофон находится на пятом и седьмом проводе. На колодке обозначены номера проводов. И нам необходимо подключиться при помощи того же самого адаптера. Но использовать другой провод. И другой вход пираньи. Подключаемся черным проводом к черному везде. We connect black wire to black socket. С помощью крокодила Подключаемся к проскиту. Седьмой и восьмой провод. Седьмой и восьмой провод. Счастой. Счастой и восьмой провод. Включаем прибор. Подключаем третий канал. Начинаем увеличивать чувствительность. Начинаем увеличивать чувствительность. Проверяем на акустический тест. Мы видим, что осциллограмма поменялась. Мы видим, что осциллограмма поменялась. Мы можем добавить еще усиление. Мы можем увеличить чувствительность. Локализуем его. Уменьшаем громкость. А дальше перемещаем источник контрольного звука по помещению. Там, где расположен микрофон, получаем максимальный размах осциллограмм. На месте, где сигнал максимальный и является местом установки микрофона. Если проверить это через наушники, мы сейчас получим достаточно качественный, хороший звук. Теперь, на том же самом имитаторе попробуем найти электретный микрофон. Подключаем на соответствующие контакты 5 и 7. Видим, что микрофон не работает. Подаем напряжение смещения. Увидели, что осциллограмма изменилась. Мы видим, что осциллограмма изменилась. Можно уменьшить. Проверяем тем же самым тестом. Все понятно. Все понятно. На линии установлен электретный микрофон. На линии у нас есть электретный микрофон. Их необходимо... Понимать, что при такой проверке провод нужно тестировать с разной полярностью. Мы должны понять, что в этом меру мы должны тестировать микрофон с разных полярностями. Потому что если мы сейчас переключим полярность, микрофон работать не будет. Если мы переиментировать полярность микрофона, микрофон не будет работать. А поскольку мы не знаем, как микрофон подключил злоумышленника, поэтому нам надо при прямой и обратной полярности обязательно вести проверку. Наверное, вы убедились, что комбинаций много, и процесс тоже подойдет. И поэтому, когда мы работаем на двухпроводной линии, никаких проблем нет. А вот когда кабель многопроводный, придется потратить время. Теперь я бы хотел вам показать еще один очень эффектный и нужный тест. Для этого мы воспользуемся магнитным антенном. Подключение все проводится только на отключенном приборе. Подаем антенну на третий вход. Включаем прибор. Включаем прибор. Включаем прибор. Мы входим на третий вход. И я попрошу всех, кто сидит на первом ряду, выложить вашу телефон. Видите, что все они звучат по-разному. Но при этом он обнаружит практически все. Но с этим он выключает все. И можно потом вы сами свои телефоны попробуйте, когда будете сами. А вот теперь смотрите. Платовые часы. Теперь посмотрите. Платовые часы. Вот так обнаруживается замедлители взрывных устройств. Зачем нужен этот датчик и что мы будем обнаруживать? Это просто показало его возможности. Прежде всего для обнаружения диктофонов, которые не имеют канала передачи. Но при этом это электронное устройство, которое работает. Скажу больше, что существуют специальные оперативные диктофоны, которые не обнаруживаются ни нелинейными локаторами, ни какими-либо другими досмотрованными приборами. Они имеют цельно фрезерованные металлические трубы. Они имеют цельно фрезерованные металлические трубы. И обнаружить их другими приборами, кроме как магнитным датчиком, не возможно. Дело в том, что датчик низкочастотный. А на этих частотах экранировка не играет ни какого-то. И на этих частотах экран не играет ни какого-то. Вторая функция, которая используется при помощи этого датчика. Это обнаружение дистанционно управляемых GSM микрофонов, которые не имеют на момент проверки канала передачи. То есть, закладка находится в помещении. Но канала передачи нет. Она находится просто на обслуживании базовой станции. И злоумышленник по смс-команде может ее включить. И выявил датчиком можно включить. Обнаружить его детектором, Оля, такой прибор невозможно. А магнитным датчиком можно? Но с магнитным датчиком это возможно. Также при помощи этого датчика хорошо обнаруживаются проводные телевизионные камеры. Которые находятся в металлических корпусах. И которые невозможно обнаружить нелинейный блокад. То есть, мы уже сейчас понимаем, что на проверке надо использовать как можно больше приборов. И если мы что-то не можем найти одним прибором, мы всегда можем обнаружить другим. Мы всегда можем обнаружить другим. Я просто хотел бы еще раз обратить ваше внимание на этот датчик. На него мало кто обращает. Но это очень сильное поисковое устройство. Потому что никто не принимает это в виду. Но это очень мощный устройство. Следующая демонстрация, которую я хотел бы вам показать. Это обнаружение высокочастотного передачи. Т.е. передачи, которая работает в диапазоне превышающей 10 ГГц. Обнаружение производится при помощи сверхвысокочастотного детектора. Детектор имеет направленную антенну. Детектор имеет направленную антенну. С помощью которой можно определить точно направление на источник сигнала. Демонстрация мы будем проводить на охранном датчике, который работает в диапазоне около 10 ГГц. Демонстрация мы будем проводить на охранном датчике. Антенна датчика тоже направленная. Поэтому мы будем работать с двумя направленными антеннами. Антенна с центральной датчиком находится также направленная. Демонстрация мы будем работать с двумя направленными антеннами. Демонстрация мы включим прибор. Мы ставим необходимым напряжение в данном случае 3 метра. Мы установим на охранном датчике, мы видим, чтобы у него было что-то работает. Мы видим, что kunne просмотạo, что что-то работает. Но сигнал был слабым. А теперь мы начинаем перемещать антенну И пытаемся добиться И пытаемся добиться И пытаемся добиться В это сторону сигналы слабые И в этой сторону сигналы слабые По этой сцепи Мы можем локализовать источник сигналов Таким образом, мы можем локализировать оригинальный сигнал. Это 10 ГГц. Это 9.0 ГГц. Вот, собственно говоря, мы посмотрели работу основных каналов. Теперь я бы хотел, чтобы вы сами, с помощью сотрудников фирмы Селком Секьюрити, now you will have an opportunity by yourself, with help of people from Селком Секьюрити, to try how this device works. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова